Это тем более подробно обсудим с политическим комментатором, ведущим канала «Ходорковский лайф» Дмитрием Иловским. Дмитрий, здравствуйте, рады приветствовать. Доброе утро, коллеги, рад видеть. Вы тоже нежелательная организация в Российской Федерации? «Ходорковский лайф» по какому-то допущению пока что еще нет, но в целом мы, конечно, все ждем этого, готовимся и думаем, что это должно рано или поздно обязательно случиться. Давайте сейчас тогда обсудим, а как же доносить информацию в силу того, что исходя из этой галочки нежелательная организация, нельзя репостить, нельзя лайкать, нельзя читать, ничего нельзя. Как же получать информацию, точнее, как доносить информацию до читателей, до зрителей, чтобы она была доступной? Ну, вы немного сгущаете краски, потому что читать, конечно, можно, смотреть можно и нужно, и ставить лайки тоже, в принципе, насколько я понимаю, закон не возбраняется. Но если мы говорим, например, про YouTube, который в конечном своем итоге все-таки социальной сетью не является. Ну, слушайте, пока доступны способы распространения информации в Российской Федерации, пока доступны платформы вроде Telegram и YouTube, я думаю, что можно делать что-то, можно продолжать работать с российской аудиторией. Да и даже когда закроют YouTube и когда пытаются прикрыть Telegram, я думаю, все равно надо будет продолжать искать какие-то уже дедовские способы, буквально там, знаете, передача на коротких волнах радиосигнала. Ну, а почему нет? Подпольная печать каких-то листовок и распространение их по почтовым адресам, по почтовым ящикам на россиян. Тоже есть такой способ, и когда-то он был очень эффективен. Почему бы сейчас не попробовать посмотреть на опыт наших предков, которые жили в Советском Союзе, которые хорошо себе представляют в целом, как работает и цензура, и как получать доступ к свободной информации, как слушать вражеские голоса. Помните, как раньше их называли на радиоприемниках? Я думаю, что вот все эти скиллы, все эти умения, они вновь потребуются. И мы, кстати говоря, знаем, что в России был недавно задержан радиолюбитель, который ловил, значит, радиосвободу или BBC на своем радиоприемнике, как-то его, по-моему, даже ретранслировал. Так что, видите, полным ходом идет возврат в Советский Союз. Но я знаю, что в целом люди способны приспосабливаться, и мне кажется, что где-то на генном уровне, на уровне генов, существует некая возможность искать обходные пути. И запретный пот, он ведь всегда сваще, то, что под запретом, то, что запрещено, хочется и слушать, и читать, и гораздо больше, чем пропагандистов с федеральных каналов или с федеральных общероссийских газет. Дмитрий, а вам это не напоминает такой легкий сценарий, как в КНДР, когда рисуют прилавки, когда по телевизору говорят, как же хорошо, а зрители сидят у телевизора с пустым холодильником и говорят, да, наш отец нации сказал, все хорошо. И здесь, так знаете, страшно, в силу того, что Российская Федерация далеко до полномасштабного отражения, до 2014 года далеко не отсталая страна была, развита также был и интернет, развиты ресурсы, развита СМИ на то время. И сейчас у людей это все отбирают. А пойдут ли на это люди, как вы считаете, привыкшие уже к комфорту и к скорости получения альтернативной информации? Да, вы знаете, совершенно верно. Тут есть две большие разницы. Одна стоит в том, что жители Северной Кореи никогда не жили хорошо. Начинать, собственно говоря, нечего. У них не было опыта поездок по миру, хорошей жизни, доступа к благам, к западным товарам, к роскоши. Давайте не будем забывать, что Россия с 1998 по 2008 примерно никогда не жила так хорошо, как в это десятилетие. То есть не было в многовековой истории страны лучшего экономического периода. Да, были проблемы со свободой слова, были посадки. Все это было, конечно. Но экономически это был самый успешный период, начиная вот с крещения Руси, наверное. Так можно сказать. И те люди, которые тогда классно жили, они, конечно, я думаю, что не готовы жить в Северной Корее, в многоэтажках Пхеньяна за бутафорскими декорациями. Ну и еще одна вещь. Вы знаете, диктатура и тоталитаризм очень плохо монтируются с обществом постиндустриальным, где важнейшую ценность составляет информация, и уже не важны станки, а уже важны технологии. Она просто не выживает. Но вот сейчас происходит транзит от авторитарной к тоталитарной власти в Российской Федерации. Поэтому будет любопытно посмотреть на процесс, который будет происходить. Но еще раз повторюсь, ни одна диктатура ни разу не выживала в постиндустриальном, в информационном обществе. Все равно люди получают информацию, все равно она так или иначе притекает. И это только за счет доступа к технологиям, только за счет их развития. Вспомните, на самом деле, тот же Телеграм, мы иногда забываем об этом, да, есть сеть ВКонтакте. Они же созданы, собственно говоря, Дуровым, россиянином. И в России есть много талантливых программистов, айтишников, много хакеров, кстати говоря, которые, собственно говоря, понимают гораздо лучше, чем угловатые и косолапые спецы из ФСБ в информационных технологиях. Я думаю, что тут стоит ожидать некого технологического ответа на закручивание гаек. И, кстати говоря, Телеграм пытались уже уронить российские власти, но у них тогда ничего не получилось. Они уронили всю российскую информационную структуру, там чуть ли не правительственные сайты, не госслуги. Но Телеграм как-то продолжал работать. По-моему, после этого всякие попытки оградить этот мессенджер, его начать сенсорировать, ушли на нет. Что касается Ютуба, это, конечно, не российская штуковина, но, вы знаете, я думаю, что политический аспект, политический программа, политический сегмент этого сервиса, он ведь невелик на самом деле. Люди там смотрят все что угодно. Дети смотрят мультики, мужчины смотрят какие-то там советы, обзоры автомобилей, техники. У женщин там свой контент. И ударить по Ютубу, это значит не только снести вот эту плитоту, да, но и лишить там детей, например, собственных детей контента. А что они будут смотреть по утрам, когда родители собираются в школу? Деревянный рутьюк, но он пока что не готов. Дмитрий, тогда помогите разобраться. Вот я правильно понимаю, что цензура путинская, она, в принципе, не всецело перекрывает абсолютно большинство возможностей для граждан России узнавать правду. Ну, давайте возьмем пример, не будем далеко ходить. Телеканал Freedom, например. Можно там через VPN смотреть, можно подписаться на наш Телеграм, Ютуб-канал есть, несколько Ютуб-каналов также. То есть, в принципе, вариант есть. Но, тем не менее, в России есть цензура. Так и есть конкретно, так полностью, вот эта вот цензура автократического государства, тоталитарного. Как она в целом тогда работает? Ну, как видите, нету. То есть, если Freedom можно смотреть по Ютубу, если нас сейчас с вами теоретические зрители в России могут увидеть, значит, есть еще пространство для закручивания этой гайки, еще не все прижато. Потому что Путин, конечно, не хочет со Целегом заходить вот в мир тоталитаризма. Он хочет еще как-то что-то оставить. Не знаю зачем, может быть, себе, может быть, там, не знаю, своим детям, может быть, Алине Кабаевой, которую там, не знаю, надо смотреть, может быть, на Ютубе какие-то советы по готовке, рецепты Юлии Высоцкой. Не знаю, что сможет Алина Кабаева. Поэтому еще важный момент, что нет просто ресурсов все это прикрутить и закрутить. Это же как вода, которая в любом замкнутом пространстве дырочку обязательно найдет. Ты тут ее притнешь, там она вытечет. Ну, еще раз, это колоссальная работа, огромный проект, на который нету просто-напросто людей, как мне кажется. Поэтому они, может быть, и рады были бы, но просто вот нету ресурса и нету специалистов, которые могли бы до конца это все прикрутить. Еще один аспект о последних событиях, как говорится. Для наших зрителей напомним, что в России в отношении тут огромнейшей кавычки журналистки Янины Соколовской было возбуждено дело по статье о распространении фейков в российской армии. Об этом сообщали в СК, в Следственном комитете Российской Федерации. Известно, что в московской квартире Соколовской проходил даже обыск. По версии следствия, весной 2022 года журналистка размещала в Телеграме якобы неправдивую информацию о действиях российской армии в отношении Украины. Фейками российские власти посчитали сообщения о неспровоцированной войне против Украины. И эти сообщения якобы не совпадают с версиями на обороны России. Сама же вот эта вот госпожа Соколовская пока не комментировала уголовное дело публичное. Но я просто напомню для наших зрителей, кто это, что это за человек вообще. В 2013-м она основала портал «Известия» в Украине, с тех пор являлась его главным редактором. С 2014-го года писала из Киева о ситуации в Украине для российского издания «Коммерсант». Естественно, с пророссийским, прокремлевским взглядом на события. Участвовала в пропагандистских ток-шоу на российских федеральных каналах. И у Соловьева, и у Скобеевой в том числе была. Простой такой вопрос, Дмитрий, а что ж произошло? Как это так госпожа Соколовская, которая шла в одном русле с пропагандой, со самой госпожой Скобеевой и Вовой Соловьевой вдруг стала неугодная? Всем получается так? Ну, видимо, произошла ужасная ошибка, товарищ Сталин, которую необходимо исправить. Я думаю, что тут берут прежде всего по... Бьют по паспорту, бьют по корочке, собственно говоря. Она же гражданка Украины, если я правильно понял ваш рассказ. Да, ведь коллеги? Да, скорее всего. Скорее всего, но это, я думаю, предположение. Я не ознакомливался, честно, с этим аспектом, но есть предположение, что и паспорт с двуглавым орлом тоже присутствует. Вы знаете, я помню, что в самом начале войны, когда я еще находился на территории Российской Федерации, в Москве, в марте прошлого года, участковые ходили по квартирам к нескольким моим друзьям и знакомым, и в съемные квартиры, и в личные квартиры приходили, проводили какие-то профилактические беседы. Мы вот никак не могли понять, почему именно к этим людям они приходят, что их объединяет. Потом поняли, что они все, собственно говоря, родились в Украине, хотя имеется русский паспорт. Ну, там давно так было, так получилось. Кто-то родился в Днепре, кто-то еще где-то в других городах. Собственно говоря, абсолютно продолжается эта тенденция. Мне кажется, что сам паспорт очень важен. Если важен даже город рождения, где вы там родились, могли там, я не знаю, неделю провезти, потом вас родители увезли на территорию России. Так что, собственно говоря, ничего нового нету. Головотявство кушают своих уже и смотрят исключительно на формальные признаки, типа место рождения, город рождения. Ну, и в свою очередь сейчас, опять же, в очередной раз напомним. Так, а почему же так Путин боится правды, давайте даже не правды, ладно, альтернативной информации, что так сильно закручивает гайки абсолютно во всем? Опять же, образно говоря, не уделюсь, если скоро за лайки начнут за решетку садить. Ну, вы знаете, я думаю, тут Путин внимательно следит за судьбой своих коллег по всему миру, территориальных диктаторов, и для него страшный сон. Два страшных сна. Первое – это Майдан, второе – это Арабская весна. Ну, и, собственно говоря, все они происходили при наличии многих источников информации, при том, что у людей был доступ и к Твиттеру, и к социальным сетям, ну, или просто было несколько разных там телеканалов, радиостанций, газет, которые финансировались разными элитами, разными группами влияния. Для Путина это непозволительно, и он, конечно же, сейчас пытается привести всю жизнь, которая происходит в России, к военному коммунизму, фанатом которого он является. Вот так вот уже идет война, ну, и вначале, конечно, были приняты законы о фейках и о дискретации российской армии, которые должны были так артиллерийским огнем зачистить поляну. Но вот сейчас идут такие более точечные зачистки, более точечные специальные военно-медийные операции, которые направлены против конкретных СМИ, против конкретных журналистов, против конкретных блогеров. На самом деле тут ведь и арест Гиркина-Стрелукова, это тоже, что ты укладываешься в этот алгоритм и в эту спецоперацию. И арест левоплитолога Кагарлийского, которого на днях топировали в Сыктывкаре, задержали на несколько месяцев, арестовали на несколько месяцев. Это тоже ведь самое. Видите, сейчас зачищают просто с флангов, с левых и правых, но не забывают и про обычных журналистов, и про те инструменты, которые уже давно известны, знакомы, вот вроде признания нежелательными. Так что все идет полным ходом. Вы вспомнили о Майдане. Ныне в СМИ появились кадры из Санкт-Петербурга, где снимают фильм. Называется она по данным НТВ, получается, это телеграм-канал «Соловьиный помет». Я с удовольствием произношу эту фразу. Скажем так. Драма о Крымской весне ныне снимается на территории Санкт-Петербурга. Речь будет идти и о Майдане. С первых кадров, в принципе, сначала появилась надежда на определенные такие революционные действия в Санкт-Петербурге, но тем не менее. Кино «Реконструкция событий 2014 года». Вот оно снимается, там какие-то люди ходят, якобы события, которые происходили в центре Киева в 2014 году, а также в других городах Украины о революции достоинства. Ведется, речь не можем, да, мы показать есть. Ну ладно, есть проблемы технические, тем не менее. Флаги Европейского Союза, флаги Украины, тут флаги украинских националистических организаций тоже присутствуют. В общем, весь набор, как говорится, который обычно есть, как думает, наверное, российская пропаганда у любого уважающего себя джентльмена из Украины. Десять лет почти прошло с момента оккупации аннексии Крыма и с момента революции достоинства. С этого времени был снят один прекрасный в кавычках фильм «Крым. Возвращение домой» он называется. Абсолютный бред сумасшедшего, написанный, я не знаю, под каким, простите, бэт-трипом, у меня других слов просто не могу найти, но, то есть, произведений искусства, так называемых, было уже достаточно. Зачем снимается вот такая история ныне в Петербурге? Чтобы что, Дмитрий, по вашему мнению? Ну, как достаточно, слушайте, никогда не бывает достаточно. Всегда можно еще, всегда надо продолжать. И сейчас ведь российские зрители столкнутся еще с дефицитом контента на стриминговых площадках и в кинотеатрах, а свято-место пусто не бывает. Ну, и бюджеты пилятся, конечно, это колоссально. У России, я напомню, до сих пор есть еще деньги. До сих пор она может финансировать пропаганду, кинопроизводство, видеопроизводство, клипы, музыку, концерты, фестивали, в общем, ничего там только нет. И это сосуды, которые не пересекаются, например, с военным, то есть нельзя, как бы, взять деньги у киношников, да, у псевдокиношников и отлить их там на производство ракет или на зарплаты контрактникам. Нет, это отдельная статья бюджета, и такого не бывает. Ну, я думаю, что крымская весна, так называемая, да, это одна из скреп современной Российской Федерации и то, что дает повод продолжать бомбежки Украины. Вот, посмотрите, мы Крым взяли, было нормально, было хорошо, сейчас мы тоже так же поступим с остальной Украины и никто не пожалеет, никто ей не писнет. Но реальность уже другая, ее не замечать сложно. Полтора года уже это, так называемая, россиянами, да, специальная военная операция длится, успехов давным-давно никаких нету, но вот хотя бы там в кино сможем показать альтернативную реальность. Тут ведь тоже ничего нового послушайте. И так же работала и тоталитарная пропаганда времен Сталина, и времен Гитлера, так что, собственно говоря, тут все по лекалам, все по учебникам. Вы же знаете, да, вот как раз Денису вне кадра рассказал вот об этой ситуации на съемочной площадке. Местные жители в Санкт-Петербурге подумали, что собираются какой-то митинг и пожаловались в ФСБ. Донос, донос сделали на своих же. Правый сектор добрался до Санкт-Петербурга, на самом деле. В итоге начали, обязались разъяснительные записки вокруг съемочной площадки разослать, что, мол, все нормально, это постановка, все в российских традициях. Дмитрий, вам огромное спасибо за то, что начали присоединиться к эфиру. Как всегда, очень приятно с вами общаться. Политический комментатор, ведущий канала Ходорковский лайв, Дмитрий Иловский был с нами на прямой связи.